Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» Ее ведущая Наталья Казанцева Сегодня мы продолжаем знакомить вас с творчеством иромонаха Романа Матюшина Правдина И у нас на книжной полке третий выпуск литературного сборника «Ветрова» под названием «Не сообразуйтесь веку сему» В него вошли записки, которые отец Романа вел на протяжении двух десятилетий Это житейские наблюдения философские и богословские размышления о происходящем в мире и в каждой человеческой душе На этот раз он беседует с читателем не как поэт, а как священник-гражданин желающий не сообразовываться с веком сим не ожидающий понимания и одобрения от представителей века сего Поэтому и в названии книги вынесены эти слова апостола Павла «Не сообразуйтесь веку сему» Итак, перед вами записки Романаха Романа известного поэта, автора и исполнителя духовных песнопений ставших частью истории возрождения церкви в России Одно из ярких примет этого возрождения Эти записки появились значительно позже песнопений В конце книги стоят условные даты 2000-2021 годы А в кратком вступлении отец Роман отмечает что ему не всегда удается ответить на приходящие письма Вот и задумал он таким образом поговорить с обделенными авторами писем и теми, кто желает присоединиться Но одно дело, говорит священник, поэзия, восхождение души прикосновение ее к молитве или воспевание Божьего творения А другое, обычное рассуждение на житейские и духовные темы священника-гражданина желающего не сообразовываться с веком сим Не все кого-то устроит Некоторых разочарует Но мы и не ставили себе такой цели убаюкивать и очаровывать читателя Главным было, пусть и с опозданием но ответить на поднятые в письмах вопросы Все мы люди И ошибки — то, что нам свойственно Потому написанное и не выдается за продиктованное свыше Нет, это слова рядового представителя человечества Желающего спасения верным Живущим в последние времена А последние времена богаты на сети Таким образом, желание дать ответы на наболевшие вопросы подвигло отца Романа к написанию этой книги А кроме того, как отмечает в предисловии редактор сайта Ольга Надпорожская К этому его обязывает звание христианина Монашеский чин и священный сан Который он пытается оправдать всей своей жизни Избрав по благословению старца Николая Гурьянова отширническую жизнь он редко бывает окружен людьми Почти никогда не оказывается в центре внимания журналистов Его проповедь не раздается с амвонов, столичных храмов или с экранов телевизоров Слово отца Романа доносится до читателя иначе более прикровенно и от этого делается еще дороже, еще подлиннее Оно звучит тихо и ненавязчиво что тоже совершенно не сообразуется с нашим временем По словам Ольги Донпорожской видение подобных записок было свойственно монашествующим во все времена начиная с первых столетий Если говорить о нашем времени тут нельзя не упомянуть о записках архиерея митрополита Вениамина Феченкова В них он рассказывает о встречах с людьми вспоминает тех, кого знал в детстве и юности приводит полученные письма и иногда свои ответы на них Вот и отец Роман в своих записках не только беседует с обделенными авторами писем но и делится размышлениями и впечатлениями от прочитанных книг новостей и общения с самыми разными собеседниками И как и митрополит Вениамин не боится категоричных и нелицеприятных суждений Тема записок отца Романа от житейских до культурологических философских и богословских В книге есть живые сюжетные зарисовки наблюдения которые автор завершает краткими афористичными выводами Среди героев таких зарисовок не только случайные попутчики или приехавшие в скит паломники но и узнаваемые церковные деятели например старец Николай Гурьянов и митрополит Иоанн Разумов о которых отец Роман рассказывает с глубоким уважением Впрочем, порой он старается слегка закрасить им же нарисованные портреты не называет имен чтобы обличить грех а не человека в том случае, если требуется обличение или чтобы сохранить чужую тайну или просто не привлекать излишнего внимания к чему-то имени ближе к концу записок напряжение ощутимо нарастает речь все чаще заходит о том что происходит в церкви сегодня и здесь отец Роман начинает все меньше значений предавать собственному слову уступая место высказываниям святых отцов и отрывков из священного писания он словно испытывает все средства не слушайте меня послушайте святых не слушайте святых послушайте Бога и ведь суть того что хочет сказать нам отец Роман не только в записках но и во всем своем творчестве действительно та же что и в словах святого Евангелия покайтесь ибо приблизилось царство небесное в этой книге размышления о том что человек не должен жить временным сиюминутным об этом автор пишет уже на первых ее страницах суетливость признак живущего в этом мире и побежденного этим миром покой беспопечительность свойства гражданина будущего века невозможно достичь бесстрастия покоя обременяя свою душу сиюминутными заботами сиюминутность путь внешнего человека падшего Адама что находится на весах мгновение и вечность но вечность это там а мгновение сейчас и всем нужно сейчас и все сразу все что дается нам в руки на этой земле говорит отец Роман у нас отнимется и только молитва причастность Богу то что связывает нас с вечностью настоящее счастье в том что неизменно а не изменен только Господь о чем еще пишет автор на страницах этой книги читатели познакомятся открыв ее а мы хотим представить вашему вниманию еще один небольшой сборник под названием Блаженни в этот сборник вошли стихотворные размышления отца Романа о заповедях блаженства написанные на основе святоотеческих толкований для примера прочитаю вам первое из стихотворений которое продолжает собой размышления из предыдущей книги один Господь блажен и только в нем любовь премудрость свет все совершенства кто утонул в вещественном земном тот зачеркнул надежду на блаженство блажен кто нищ для страсти и греха кто добродетель приравнял к награде чья жизнь несуетлива и тиха и славит обнищавшего нас ради по словам Ольги Надпорожской отец Роман очень любит и часто приводит слова святого Иоанна Богослова не любите мира не я же в мире таким образом говорит редактор книги раз христианин не должен любить мира и не должен жить духом века сего значит внутренне он не должен зависеть ни от времени ни от пространства и ведь это призыв не для святых мы и на земле должны жить как в вечности как бы немыслимо это не звучало а раз не обладаем такими свойствами значит действительно должны измениться и к этому призывает в своих книгах отец Роман он просит не противиться Божьей воле а поступать по слову апостола не сообразовываться веку всему но обновляться дорогие друзья на этом время нашей программы подошло к концу я с вами прощаюсь и напоминаю что новинки православной литературы вы можете найти в церковных книжных лавках и православных библиотеках желаю вам интересного и полезного чтения всего вам доброго до свидания до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok